В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Неуправляемая ватрушка. Как правильно кататься с горки на сноутюбинге? Я Ай-учитель. Галина Дудина стала победителем всероссийского конкурса педагогов. Рождественский турнир. В Сарове прошли соревнования по баскетболу среди мальчиков 2008-2009 годов рождения. Далее расскажем обо всем подробно. Постановление через госуслуги. Извещение в СМС. Сотрудникам Федеральной службы судебных приставов разрешили вести переговоры с должниками через интернет. Передавать документы с помощью СМС-сообщений или сайта госуслуг. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу. Переход на электронную форму получения документов будет добровольным. Законом сохранена возможность получения извещений и других документов по почте и лично в руки. Также 1 января Федеральная служба судебных приставов стала полноценной силовой структурой. Сотрудники ведомства будут получать офицерские звания. Увеличатся денежные содержания. Изменится пенсионное обеспечение. Сотрудники ведомства, как и военнослужащие, смогут выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы. Закон предусматривает право судебных приставов на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Будут и заметные ограничения. Приставам запретили иметь двойное гражданство и состоять в политических партиях. Регулярных будут проверять на алкоголь и наркотики. Если по вине судебного исполнителя человек понесет потери, казна возместит по суду убытки, а потом взыщет деньги с виновного офицера. К другим новостям. С начала года в стране погибли несколько любителей кататься с горки на сноутюбингах. Десятки получили травмы. В связи с тем, что подобных трагических случаев в разных регионах довольно много, специалисты призывают людей соблюдать правила катания на тюбингах. Где в Сарове можно покататься с горки на ватрушке и как это сделать правильно, выясняла наша съемочная группа. Само по себе катание с горки благотворно влияет на здоровье человека. Поднимаясь в гору, он испытывает полезные кардионагрузки, тонизирует большое количество мышц и развивает координацию. Чтобы пользы от катания на тюбингах было еще больше, нужно соблюдать технику безопасности при спуске. Правила простые. Садиться только по одному, не связывать ватрушки, крепко держаться за ручки. Особенность сноутюбингов, или как их еще называют в народе ватрушек, в том, что на большой скорости ими совершенно невозможно управлять. Нижняя сторона совершенно гладкая. Здесь нет выемок и полозья, с помощью которых можно было бы изменить траекторию движения. Затормозить на ней тоже не получится. За кажущейся мягкостью и упругостью скрывается опасность. При движении с горы тюбинг может развивать скорость до 40 км в час. Любая неровность на склоне станет трамплином, который может отбросить человека, тем более ребенка, в сторону. Первым делом осмотрите склон. Не поленитесь и спуститесь вниз. Сверху все неровности сливаются и становятся незаметны. Приготовившись к спуску, убедитесь, что дорожка свободна. Сотрясение мозга, рваные раны, перелом позвоночника к таким последствиям могут привести к катанию с горок на ватрушках в необорудованных для этого местах. Для катания детей лучше использовать пологие склоны и ни в коем случае не продавать ускорение тюбингу, толкая его вниз. Катание на этих ватрушках, они, конечно, достаточно опасны. И человек, когда принимает решение сам прокатиться, а еще и с ребенком, здесь как бы он должен понимать, что травмы бывают достаточно тяжелые. Это начинает черепно-мозговые травмы. Такие ситуации в нашем городе происходили. Эти и другие повреждения чаще всего получают в результате столкновений с деревьями и во время катания на стихийных неподготовленных снежных горках. Их лучше обходить стороной и кататься только на подготовленных трассах. За состоянием горки на лыжной базе постоянно следят специалисты. По возможности, конечно, укатываем ее бураном. То есть, если в прошлом году, когда большое количество снега, мы могли укатывать ее ретраком, выравнивать все бугры неровности, то на сегодняшний день пока это только бураны. То и очень-очень аккуратно, в связи с тем, что горка ледяная. Также на этой неделе будут сделаны ступеньки, чтобы облегчить подъем на горку. Также на лыжной базе установили специальные щиты с памятками о правилах поведения на горке. Прежде чем решить пойти кататься на надувной ватрушке, необходимо серьезно отнестись к выбору трассы. Помните, спуск на сноутюбинке с неподготовленных горок может привести к серьезным последствиям. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРОВ-24. 100 миллионов рублей потратят Нижегородской области в этом году на профессиональную подготовку пожилых людей в рамках проекта «Демография». В 2019-м за счет бюджетов разных уровней уже прошли профессиональную переподготовку более 2,5 тысяч нижегородцев, на что было потрачено 80 миллионов рублей. В этом году средства пойдут на то, чтобы обучить профессии граждан в возрасте 50 лет и старше, включая тех, кто уже вышел на пенсию или близок к этому. Выбор образовательных программ обширен, и в него обязательно входят те специальности, которые сегодня наиболее актуальны и востребованы на рынке труда. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января этого года материнский капитал вырос до 466 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Индексация коснулась всех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и в частичном размере. Для справки, материнский капитал можно использовать для покупки и строительства жилья, потратить деньги на оплату услуг детского сада, школы или вуза. Право на получение ежемесячных выплат в рамках материнского капитала имеют семьи с невысокими доходами, в которых второй ребенок появился, начиная с 2018 года. Прием документов на зачисление в первые классы начнется 31 января. Как сообщили в Департаменте образования, заявление можно будет подать через портал государственных и муниципальных услуг. В многофункциональном центре или непосредственно в образовательном учреждении. Дети, проживающие на территориях, закрепленных за гимназией номер 2 и лицеми номер 3 и 15, будут зачисляться в муниципальное бюджетное учреждение Центра образования. Прием заявлений стартует в 8.30. Более подробную информацию можно получить по телефону 95521 и 95520. Саровская православная гимназия приглашает родителей учеников и будущих первоклассников на открытые уроки. Посетить занятия можно будет до конца января. График открытых уроков опубликован на официальном сайте учебной организации. Кроме физики, математики и других традиционных школьных дисциплин, саровчане могут своими глазами увидеть, как проходят занятия по церковному пению и церковно-славянскому языку. Саровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять в санаторий «Корпус Ильинская», который работает по общетерапевтическому профилю. Также для детей есть места в санатории «Сергиевские минеральные воды». Он специализируется на лечении костно-мышечных заболеваний. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделением детской поликлиники по месту жительства или по телефону 90570. Две тысячи заявок и всего 50 победителей. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Школы рыбаков фонда». Цель конкурса – выявление и поддержка учителей, которые используют в обучении инновационные технологии. Участники представили эссе с описанием своих достижений в образовательном процессе, опыт работы по взаимодействию с детьми. В число 50 победителей конкурса в номинации «Я, а и учитель» вошла Галина Дузина из школы номер 11. Тема урока математики во втором классе – периметр многоугольника. Сначала дети решили задачу, а потом учитель Галина Викторовна предложила применить полученные знания на практике. Ребятам нужно было измерить периметр класса, чтобы знать, сколько купить плинтусов для ремонта. На радость детям это была командная работа. «В каждой команде я выдаю орудия труда. Что это за орудия труда? Длина этой линейки? Один мета. Именно так вы будете измерять длину и ширину класса». Знания, полученные на уроке, дети тут же применили на практике. Это проектный подход в обучении. О том, как Галина Викторовна применяет его на уроках, она написала в своем эссе, участвуя в всероссийском конкурсе «Школа рыбаков фонда». Это обучение в действии, в деятельности. Когда дети проживают то, с чем они встретятся потом в жизни, на уроке. И из проектов к нам пришла проблематика. Потому что любой проект начинается с проблемы какой-то. И на уроке тоже дети встречаются с проблемой. Современные реалии требуют от педагогов применять инновационные технологии в обучении детей. Это залог того, что ученики успешно усвоят материал и смогут потом применить полученные знания в жизни. Метапредметные навыки – это универсальные учебные действия. Это умение учиться. Это опять то самое, что пригодится детям в жизни. То, с чем они встречаются в практике. Нельзя учить тому, что потом нигде не реализуется. То, чему мы учимся, а формируется это через систему упражнений, через систему практических заданий, обязательно потом нужно включить куда-то в деятельность детей. Например, изучаем мы тему «Периметр». Пока мы маленькие, мы работаем в классе. В четвертом классе мы выходим измерять все вокруг школы. Галина Дудина не первая, кто участвует от 11-й школы в этом конкурсе, но первая, кто вошел в число победителей. По словам директора школы, участие в конкурсах открывает новые возможности для педагогов. Конкурсы профессионального мастерства – это особый уровень учителя. Это возможность проверить себя на других площадках, сравниться с учителями, которые имеют большой опыт работы. Имея за плечами 27 лет педагогического стажа, Галина Викторовна постоянно учится, осваивает новые технологии обучения и делится полученными знаниями со своими коллегами. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРУ-24. В городском музее открылась новая выставка, посвященная Бородачевской народной игрушке. В экспозиции представлена работа выксунской мастерицы Татьяны Ганиной. Ее работы уже выставлялись в Сорове и хорошо знакомы горожанам. В последние несколько лет Татьяна занимается возрождением старинного промысла и делает расписные деревянные игрушки, изготовленные по оригинальной технологии прошлого столетия. История выксунской деревянной игрушки началась в конце 19-го – начале 20-го века. Технологию ее изготовления разработала художница Елизавета Бородачева. В своей мастерской она начала мастерить декоративные панно, инкрустированные шкатулки, блюда. Особой популярностью пользовались яркие расписные игрушки. После революции промысел пришел в упадок. В 30-х годах мастерскую закрыли. Но в 21-м веке Бородачевская игрушка возрождается благодаря усилиям выксунской художницы Татьяны Ганиной. Как-то однажды, как она описывает, побывав на выставке народной игрушки в Нижнем Новгороде, в музее, она увлеклась, она задумалась, вернее, ей очень понравилась одна работа – саночки. Были очень интересно сделаны саночки, зимние такие салазки. И она начала расспрашивать, оказалось, что это все из тех мест, откуда она, собственно, родом. Это выксунская народная игрушка. Особенностью оригинальной Бородачевской игрушки был механизм, который приводил ее в движение. Татьяна Ганина также осваивает эту технику. На выставке в музее можно видеть панно, где показано, как луна сменяет солнце небосклоня и летящего змея Горыныча. Художница не просто копирует игрушки прошлого столетия. Она внесла свое видение в этот жанр. С определенной техникой, которая как бы не была свойственна в то время, вот такой немножко реалистичный подход, и вот так выписаны реснички, глазки. Ну и, в общем-то, она немного, конечно, свое авторское внесла. Поскольку уже какие-то свои вплетают узоры, видения, сюжеты и различные сказочные какие-то интерпретации. Выставка Бородачевской деревянной игрушки в городском музее продлится до начала февраля. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Сарове впервые прошел рождественский турнир по баскетболу среди мальчиков 2008-2009 годов рождения. За главные прессоревнования боролись сильнейшие команды области. Из Павлова, Дзержинской, Нижнего Новгорода и воспитанники спортивной школы Икар нашего города. О том, как проходил турнир, расскажем в следующем репортаже. Рождественский турнир по баскетболу среди младших ребят впервые проходил в Сарове. На него приехали команды, которые уже второй год принимают участие в областных соревнованиях под эгидой поколения «Н», показывая хорошие результаты. То есть это не просто товарищеский турнир, это еще приобретение игрового опыта. Потому что в дальнейшем все это наши потенциальные соперники в официальных соревнованиях. Саша Гудеменко пять лет занимается баскетболом в спортивной школе Икар. Пару лет назад его команда стала выезжать на различные соревнования за пределы нашего города. В январе 2020 года наконец удалось встретиться с соперниками и в родном Сарове. В первом матче в рамках рождественского турнира противником баскетболистов Икара стала Мещера из Нижнего Новгорода. Не такой уж сильный, но не такой уж слабый. Но мы будем биться, стараться, чтобы мы их выиграли. Первая четверть осталась за гостями. Саровчане проиграли четыре очка. Но уже во второй четверти воспитанники Икара уверенно выиграли и к большому перерыву вели четыре очка. Третий отрезок игры был самым сложным. В этот момент ребята не дрогнули. Сама отдача каждого игрока в защите позволили завершить матч с разницей 10 очков. Итоговый счет 53-43. Победа на Мещере позволила саровчанам выйти в финал рождественского турнира, где они встретились с командой из Дзержинска. Воспитанники Икары уступили натиску более сильного соперника и заняли второе место. Третье место досталось Павловской команде «Торпеда». В планах организаторов из спортивной школы Икар сделать этот турнир ежегодным. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей из Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, в Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»